Глубоко уважаемый Сергей Васильевич, уважаемые коллеги, спасибо за возможность выступить перед столь уважаемой аудитории. Эта тема достаточно интересна, потому что все чаще в аудитории специалистов смежных, скажем так, профессий, занимающихся опыльным голодышей, говорят о лекарственном лечении, о химилочевой терапии и меньше уделяют внимание самому режиму фракционирования, подведения доз. Когда мы говорим о статистике, мы говорим, что да, мы лечим с каждым годом все лучше, методики все замечательнее, тем не менее, результаты все хуже при этом. Вы видите, результаты хуже и по выживаемости, и в том числе и это связано с тем, что чаще всего мы работаем с больными с массивным поражением опухолевого процесса в глотке или, например, полости рта. Если же мы говорим о результатах лечения, они так здорово разнятся, что очень сложно определиться, что является причиной неуспеха. И вы видите, что, безусловно, есть разница в лечении больных с локальным процессом и местным специальным процессом, но, тем не менее, даже внутри этих групп есть колоссальные вариации. И сейчас нередко хирурги, уважаемые наши коллеги, говорят о том, что лучевая терапия – это метод, которого они хотели бы избежать, и аргументируют это тем, что есть такие тенденции в других локализациях. Тем не менее, вопросы все были сняты, как только было опубликовано исследование австралийских коллег, которое показало, что вклад в лучевую терапию максимален при опухоли головы и шеи. Если же мы говорим о результатах лечения, опять же, мы должны иметь в виду, что у нас такой усредненный результат, и в том числе за счет того, что методики применяются нередко достаточно устаревшие, грубые, а накопленный опыт современных методик здорово разнится в зависимости от того, как оснащены те или иные стороны и центры. Стандартом при лечении методических форм является химио-лучевая терапия с сплотином, вы это прекрасно знаете, вы знаете обоснования к этому, и тем не менее. Если мы посмотрим, то вот эти стандарты предусматривают в любом случае применение традиционного режима фракционирования. И это достаточно интересно, почему же так все жестко придерживаются таких методик, при том, что совсем недавно в Гонконге были сказаны уважаемым профессором Сандро и Ньют вот такие слова. Это профессор, который специализируется на лечении опухолевого шеи, проводит множество курсов пресепторшипов по всему миру, и говорит о том, что традиционный режим фракционирования – худшее, что мы можем сделать. А связано это с тем, что у нас вот такие незамечательные результаты лечения за счет того, что мы вот обучаем людей в стандартном режиме фракционирования, с плотиной, и мы должны говорить с вами о том, что первое, какой вопрос нам задают уважаемые коллеги – не промахнулись ли мы. И вот есть такое интересное исследование, которое показало, что нет, это не в промахе дело, и промахи довольно редкие, они, безусловно, бывают, но не они, а основной вклад в статистику дают в наших исследованиях. Тогда речь идет о том, что, может быть, мы недостаточно агрессивно подводим дозу, и есть вот замечательные, опять же, сравнительные исследования, метаанализ, которые показывают, что выигрыш нетрадиционных режимов фракционирования, если это самостоятельная лучевая терапия, не так уж и велик. В то же самое время схем, которые подразумевают различную эскалацию доз довольно много, вы видите, что есть вариации на тему разовой дозы и суммарной дозы облучения, и самого режима подведения доз, и это привело к тому, что, например, было табуликовано такое интересное исследование – сравнение гиперфракционирования стандартного сплит-курса и применение одновременно интегрированного буста. И что на себя обращает внимание? Во-первых, достаточно близкие результаты лечения всех режимов. И что самое интересное, мы прекрасно все знаем вот эту теорию, что сплит-курсы – это плохо, хотя в отечественной лучевой терапии они применялись регулярно и до сих пор иногда требуют остановки лечения состояния больного. Но посмотрите, проигрыш-то у сплит-курса практически отсутствует. И, безусловно, вот интересным является самая нижняя строка, потому что, посмотрите, какие хорошие результаты показывает по локорегионарному контролю интегрированный буст. В то же самое время он несколько проигрывает гиперфракционирование, и это привело к тому, что сейчас о гиперфракционировании говорят часто, а вот о интегрированном бусте говорят не так часто. В то же самое время работа датских ученых привела к тому, что, например, в Дании, в отличие от Соединенных Штатов Америки, стандартом является облучение в ускоренном режиме фракционирования по шестидневной рабочей неделе. Хотя мы, вроде как, говорим, 5 дней в неделю до 70 грей. Если же мы посмотрим сводную информацию, то вот, основная группа приоритета – гиперфракционирование. Но за счет чего? За счет того, что там идет довольно серьезная эскалация доз до 80 грей с небольшим. Поэтому, опять же, мы не можем сказать, что это однозначно группа приоритета. Если же мы говорим о сравнении с химиолучевым лечением, то вот одной из основных работ является работа Адельштейна, довольно старая. И обратите, опять же, внимание, что нет проигрыша, например, сплит-курса. Это очень важно. Но в то же самое время посмотрите, с чем сравнивалась сама методика химиолучевого лечения с традиционным фракционированием. Мало этого, была определенная хитрость. Группы были неравнозначны со сплит-курсом и одновременной химиолучевой терапией. Потому что, видите, разными препаратами все это проводилось. Если же мы посмотрим, опять же, сводную информацию. Безусловно, да, по метаанализам приоритет химиолучевого лечения есть. Это такая сводная информация. Но, опять же, мы должны задавать вопрос, какой режим фракционирования был применен при химиолучевой терапии. Почему же мы химиолучевую терапию так все-таки рассматриваем, ну, скажем так, критически? А потому что есть ряд последствий самого лечения и есть довольно неполноценная реализация самого плана лечения. За счет того, что, вот, например, как по работе Мамгани было показано, не всегда больные получают весь объем химиопрепарата, а, соответственно, теряется эффект. Мало этого, есть приличный процент осложнений. И, опять же, есть вот такая информация, что если мы вводим достаточно такую низкую кумулятивную дозу, мы получаем, по сути, чисто лучевое лечение, не химиолучевое. Отсюда вот такие сложные метаанализы, которые, по сути, показывают, что, ну, нет такого однозначного приоритета, одного из вариантов лечения, и все время задается вопрос. А вот Alter Fractionation, вот это вот нетрадиционное фракционирование, может быть, все-таки оно имеет место? И отдельный вопрос, может быть, оно сочетается с химиопрепаратами? Опять же, вопрос, вот, например, применения новых препаратов, например, цитоксимаба, он тоже стоит остро. И, например, схема цитоксимаба тоже предусматривает традиционный режим фракционирования? Тоже возникают вопросы. И, опять же, отсюда совершенно такие разняющиеся данные по приоритетам и возможностям применения, например, биолучевой терапии. В то же самое время, если мы посмотрим работу, которая была с основанием для применения, в принципе, внедрения в стандарты биолучевой терапии цитоксимаба, посмотрите, опять же, нетрадиционное фракционирование, конкоментен буст. Опять же, мы говорим о том, что эгородный буст – это то, что давало приоритет и выигрыш. И, с другой стороны, мы должны учитывать биологию опухоли, которую в большинстве фундаментальных исследований не учитывали. А это, опять же, здорово смещает результаты лечения. Есть, опять же, ряд работ, направлений, позволяющих оценивать и эскалацию или снижение доз, и применение альтернативного варианта, например, модификации лекарственной. Но, опять же, посмотрите, работа, которая недавно себя не оправдала с точки зрения замены платины цитоксимаб, подразумевала опять традиционный режим фракционирования. Хотя, казалось бы, только что было показано, что приоритет имеет конкоментен буст, то есть одновременная лучевая терапия, одновременная лучевая терапия с бустом. И посмотрите, вот она разница, которая нам, по сути, перечеркивает возможность замены одного препарата на другой. Но, если мы посмотрим, что сейчас происходит в мире, то, например, опять же, почему такие выводы были сделаны? Почему, опять же, интегрированный буст воспринимается как что-то альтернативное и сомнительное? Например, была работа Нгуэна Тана, которая показала одинаковую эффективность традиционного режима фракционирования и одновременного буста до 72 грей. Но, если мы посмотрим по локализациям, там все в единую кашу. Мы, как лучевые терапевты, прекрасно знаем абсолютно разную радиочувствительность. Горта на глотке, полость рта, рота глотки, гортани, и все это в единую кашу. Все это как одна такая информация, совершенно не стратифицированная. И, опять же, это вызывает ряд вопросов. Если же мы посмотрим, опять же, что сейчас происходит в мире, мы знаем, что даже биология опухоли, она каждый год у нас обновляется по данным. И мы, опять же, говорим, что мы как-то в куче лечим всех больных, не зная, кого мы лечим с какой болезнью. В итоге, например, Киананг, он попытался с интегрированным бустом провести лекарственное лечение в разрез вот этого стандарта с традиционным фракционированием. Но он тоже сделал не совсем все корректно. У него, опять же, группа, где была введена, например, платина вместе с туксимабом, она же, получается, как такая дополнительная нашлепка применялась. Но что интересно, несмотря на то, что здесь был и туксимаб, и платина, если вот здесь плохо видно, мы посмотрим процент мукозитов и дерматитов, так он даже был лучше в группе, где была вот эта дополнительная лекарственная нашлепка. Это, опять же, вызывает ряд вопросов. Мы, в свою очередь, попытались тоже разобраться в этой проблеме, внедрить эту схему у себя, но несколько модифицированную, и сделали акцент на ВПЧ-позитивную форму, потому что, если вы посмотрите, у нас очень приличный процент оказался в ВПЧ-позитивной рак ротоглотки. Нас это удивило. На самом деле, мы ожидали меньший процент. И мы вот сформировали такую схему. Вот это очень интересно, правильный ВПЧ-негативного, но времени нет, чтобы о нем говорить. А вот по ВПЧ-позитивной форме у нас было две группы с интегрированным бустом и с разной лекарственной модификацией. Если мы посмотрим схему, то она подразумевала акцент на более агрессивное облучение локальной GTV непосредственно в конце лечения. И если мы с вами посмотрим на примере клиническом, как это выглядело, вот она болезнь с метастатическим поражением. Также вот выведены непосредственно GTV со всеми необходимыми стандартными отступами, локорегионарный объем облучения. И вот что мы получаем в итоге. То есть это хороший результат лечения с этоксимабом, с интегрированным бустом. Если же мы посмотрим в целом на группы, то они были равнозначны. Причем по стадированию даже было некоторое преимущество группы Платина. Там было чуть больше третьей стадии, но в принципе все равнозначно. И самое главное, мы получили у всех больных полную резорцию перечного очага. Это мы, как с вами знаем, самое главное. Это то, что мы не хотели бы отдавать хирургу. При этом у нас было двое больных, которые пошли на лимфоденоктомию с N+. И было двое больных, которые пошли на лимфоденоктомию с N+. В группе с Платиной. В итоге у одного только больного был патоморфоз третьей степени в группе с этоксимабом. И если мы посмотрим такие отдаленные результаты, вот мы первый раз еще в ноябре месяце озвучивали, у нас сейчас медиана увеличилась до 29 месяцев, общий срок наблюдения, и медиана 17,5 месяцев. Так у нас был всего один локорегонарный рецидив в контрлатеральном узле, в зоне, которая получила дозу профилактического облучения, 54 ГРЭ. О чем мы можем говорить? О том, что Платина, наверное, прикрывает плохого лучевого терапевта, который не так хорошо выводит мишень. А если, например, доза будет подведена адекватно, и, опять же, это контакт тесный с диагностами, то вполне возможно мы можем заменить одно другим. Потому что, в принципе, результаты, посмотрите, сходные. Я не беру те разницы в группах, которые заведомо вам известны. Это там, да, гематологическая токсичность, это какие-либо еще изменения. Но, тем не менее, посмотрите, насколько результаты сходные, и при этом меньше ксеростомия. Но самое главное, о чем я хотел сказать, группа больных тяжелая в любом случае. Посмотрите, в каком исходном состоянии приходили по болевому синдрому. Посмотрите, как этот болевой синдром у них волнообразно менялся в процессе лечения. И был, например, ревес боли на фоне уже лучевых реакций. Посмотрите, как у них развивалась нутритивная недостаточность. И тоже это были не лучшие больные, не подарок. Мало этого, больные, которые от нас уходили, у них был ревес нутритивной недостаточности, потому что, ну, не все это настолько комплоентны, чтобы потом уже без нашей такой пристальной контроля питаться как надо. Но посмотрите, что по переносимости по макозитам. У нас есть разница, и она далеко не в пользу платины. Но, если мы посмотрим с вами на дерматиты, то здесь есть другая особенность. Биолочевой дерматит, вы знаете, еще более агрессивный, развивается раньше. Но посмотрите, что происходит на 10-й неделе. Дерматит в группе платины еще тянется, а в группе, например, цитоксимаба он уже стихает. Мы знаем, что он по-другому течет, он быстрее стихает. То есть эти больные, они чуть легче восстанавливаются. О чем мы можем таким образом говорить? О том, что на сегодняшний день нет единого какого-то прогноза, нет единого стандарта, нет какого-то варианта такого уникального, унифицированного, чтобы лечить всех. Мы должны лечить стратифицированно. Мы должны знать, кого мы лечим, мы должны знать, с чем мы лечим. И у нас есть возможность сейчас дифференцированно подходить к больным. Мало этого, мы можем сказать о том, что и химилучевое лечение с платиной, и биолучевое лечение с цитоксимабом имеет свои показания, имеет свои перспективы. И таким образом мы сейчас делать должны акцент не только на то, какое лекарство мы вводим, а на то, как мы облучаем больного, с каким качеством точности попадания дозы. И тогда у нас есть все перспективы этих больных, излечить полностью, нередко даже без хирургического лечения. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Пожалуйста, вопросы, которые были. Спасибо большое за хороший доклад. Город Минский, Кшимбиева, Асоль. У меня простой вопрос. Методы подтверждения резорбции по первичному очагу. Какие вы использовали? Спасибо за вопрос. Методы стандартные. Мы начинаем с того, что проводим комплексное обследование. Это эндоскопическое исследование ультразвука и МРТ с контрастированием. Если есть противопоказания к МРТ, то это КТ с контрастированием. Единственное, что мы очень жестко ставим критерии, чтобы это был шаг 3 мм и менее. Соответственно, мы ставим обязательно условия контрастирования. И дальше следующий этап. Если мы подтверждаем полный эффект, то обязательно этим больным выполняется еще ПЭТ-КТ, в случае, если у них был НПлюс. Что вы знаете по гайдлайнам весенним, которые вышли по АСКО, что обязательно это этап подтверждения того, мы можем оставить больного без лимфоденоктомии под наблюдение. Вот вся эта цепочка у нас выполняется. Тогда мы можем спокойно больного оставлять только под наблюдение. И сроки выполнения ПЭТ-КТ после? Значит, у нас контроль проводится в течение 2 месяцев после реализации эффекта. Проводится стандартный контроль. Если подтверждение того, что эффект полный, далее в течение ближайшей недели-двух проводится ПЭТ-КТ. То есть мы укладываемся где-то в срок 2-3 месяца по ПЭТ-КТ. Спасибо. Так, пожалуйста, еще такие вопросы. Тогда я задам вопрос. По поводу того доклада, который делал Сергей Петрович. Вопрос в чем? Как Вы считаете, что если бы Вы делали лимфоцинсиографию в этих случаях, то это помогло бы Вам более точно выбирать мишень облучения, объемы поля облучения? И может быть это привело бы к более лучшим результатам, чем у Вас есть? Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Вопрос. Значит, единственный вопрос, который у нас возникает, вот тот больной, у которого реализовался, по сути, контролтеральный метастаз. Если бы мы по лимфоцинсиографии, например, увидели, что он исходно поражен, то, наверное, тогда мы бы туда подвели дозы лечебные, и это дало бы полный эффект. Другой вопрос, что я не уверен, что без достаточного объема опухолевых клеток мы бы получили накопление. Поэтому, может быть, все равно был бы ложный негативный результат. Это вопрос открытый. Это просто комментарий. Продолжение следует...